Продолжение следует... Жить мною. И оставить, говорит Господь, неразумие и живите, и ходите путем разума. Тот самый путь, который призывает премудрость. Когда человек приходит причастие, должен первое что сделать? Оставить неразумие. Неразумие, в то же время Библии, является что? Попытка жить своим умом, а не Божьим умом, понимаете? Вот, интересно, что мы выступаем против жизни по человеческому уму. По любому человеческому, понимаете? Мы не говорим, что нужно жить своим умом. Мы не говорим, что нужно жить чужим умом. Мы говорим, что нужно жить каким умом? Божьим, понимаете? Вот принципиальная разница. Вот нас несправедливо обвиняют христиан, что мы не хотим жить там своим умом, живем там умом людей. Нет, это неправда. Мы живем людям умом Божьим. По нормальному, если. Итак, оставьте неразумие и живите, говорит, премудрость. Потому что это чаша, чаша жизни. Как мы поем на литуре Пресвященного Дорога. Хлеб небесный и чашу жизни принимите и видите, как благ Господь. Действительно, это чаша жизни, чаша бессмертия, которая преодолевает смерть нас. Как говорит Игнатий Богоносец, это лекарство бессмертия. Святой Пречастия. И ходить путем разума. Потому что Пречастие дает силу ходить путем разума. Некоторые говорят, вот я сейчас сначала начну хорошо жить, начну замечательно жить, а потом уже пойду прочищусь. Как заслугу такую. Я добьюсь своими силами, добьюсь хорошей жизни, а потом у меня вот такая заслуга появится, будет право на Пречастие. А как вы понимаете, такой человек до Пречастия не дает никогда. Понимаете, да? Гарантированно не дает. Сначала хочу все понять, а потом только преследу. Вот. И здесь на самом деле это путь тупика. Если ты хочешь жить, сначала выпить чашу жизни. Вкуси хлеба жизни. А иначе ты не сможешь получить бессмертие. Отвернись самого себя. Кстати, вот интересный момент такой. Вы знаете, что сейчас периодически и сектанты, и некоторые богословы православные выдвигают еретическое учение. То, что в Пречастие не тело крови Господня, а хлеб и вино. Вот так Осипов мне говорит, что это хлеб и вино, в апостазированное божество Бога Сына. А вот подумайте, что это означает на самом деле. Означает, что Пречастие абсолютно бесполезно, потому что... И с одной стороны, а с другой стороны бесполезно что? Бесполезно в Боговплощении. То есть, реальность исторического Иисуса Христа, она к нам не имеет никакого отношения. Понимаете, да? Историческое воплотившись Иисус Христос с нами никак не встречается. Протестанты тоже так учат? Протестанты, нет, они немножко по-другому. Они говорят, что это символы, образы тела Христова. А Осипов? Что это хлеб и вино просто, которое вносится... Это профессор Мацул в Духовной Академии, если мне кажется, скандал у тебя сейчас. У него там намешано всякую очередь. Послушайте, у нас есть авторитет Семи Вселенских Соборов, которые прямо на эту тему высказывались. Первый, третий, пятый и седьмой Вселенский Соборы учили конкретно в Систом Пречастии. Я сейчас даже не буду говорить об авторитете, я просто хочу сказать, даже без ссылок на отцов в церкви. Можно это сделать, но он просто будет увеличить беседу у нас, не знаю, часов на десять. Вот. Потому что отцов в церкви практически все об этом говорили, все принимали причастие буквально. Вот. Да, ну и собственно, потому что Богу Слово Божие, да. Вот. Но идея речь о чем? То, что дело в том, что... Давайте просто послушайте, если это хлеб и вино, которые, как говорит Осипов, соединились с божеством Бога Сына, то зачем, если бы при помощи этого мы с вами получаем вечную жизнь, то зачем нужно было Богоплощение? Зачем было Христос становиться человеком? Уявился бы какой-нибудь пророк и сказал, вот я тебе даю чин. Делай, чтобы хлеб и вино становились частью моей божественной личности. Так? Все. Не нужно ни рождения от Дева, да. Не нужно эти пеленки, да. Не нужно этого преследования Ирода, не нужно крещения, не нужно распятия, понимаете? Это позор, распятие, страшный совершенно позор, да. Мучение, сошествия, зачем это все нужно? Какое-то к нам имеет отношение. Это первое. А второе, библейская норма есть. Без правительства крови не бывает прощения грехов, так? Без крови прощения не бывает. Если там крови нет, мы в грехах наших. Понимаете? Самым прямым образом. Это протестанты, которые не верят в то, что там кровь Господня, они в грехах своих. Просто по Библии, понимаете? Это естественно. Если нет крови, то нет прощения грехов. Потому что в крови жизнь. Потому что жизнь, она имеет только одну цену. Понимаете, да, какое? Жизнь, может, за деньги не купишь, так? Жизнь мы купить только за жизнь. Другого способа купить жизнь нет. Вот, если мы, если тут перед нами не хребет тело и кровь, а образы, символы, хлеб и вино и так далее, все, блок. Мы отделены от Бога навсегда. И отделены от спасения. То есть, это учение, оно губит нашу душу гарантированно, что называется. Понимаете? Сто процентная гарантия. Харисеи книги? Да. Круглые. Вот. Причем ответ очень простой. Почему Осипов это отвергает? Потому что, и почему отвергают протестанты? Потому что они говорят, ну как можно есть тело? Как можно, кто, как он может дать тело свое, как он может пить кровь свою? Осипов говорит, мы что, людоеды, что ли? Вот. А вам не поминает ничего это? Это дословный цитат из Иоанна, помните? Как он может дать есть плод свою и пить кровь, вы помните? Вот. Это как раз пример такого неверия, которое снова и снова проявляется в церквах. Ну естественно, это старый-старый пример. Как такое может быть? Такое быть не может. Я в это поверить не могу. А почему? Потому что человек под этим что подозревает? Что если я поверить в это не могу, следом так это и есть. Этого и нету, да? То есть, если я не верю, что бывает что-то кроме желтого, потому что у меня желтуха, следом других цветов кроме желтого не существует, так? Вот. Если я пьяную передо мной две двери, очевидно, куда бы я в любую из дверей пойду, она должна быть гарантированно быть открытой. Вот. 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 Брат двери себе могу не согласиться. Вот. Но это как раз такой пример. На самом деле, на самом деле я могу сказать на целепсизм похоже. Вот знаете, есть такое заблуждение, что существует только я, все остальное могут галлюцинаться. Вот. Это глупость на самом деле полная. Понимаете? Боразин. Да. На критике нету, видите, допустим.